Почему с оружием шутки плохи? Санезаконное хранение огнестрельного оружия, а также приобретение, сбыт, хранение, передача, перевозка и ношение предусмотрена уголовная и административная ответственность. Как обеспечить собственную безопасность? На самом деле человек все равно будет защищаться. Там, где запреты вводили, люди просто переходили на ножи, на кастеты, на дубины, и тяжесть последствий была выше. Как не навредить себе? Осмотревшись каких-то там видео и так далее, не стремитесь делать все эти вещи, которые делают профессионалы, да, и которые иногда не выходят в реальную жизнь. Не нужно этого всего делать. Спортивный интерес или игра бесправедно? Задержали браконьеров, которые стреляли более 50 головных стрельгах, и при задержании у них обнаружили более 100 ровных стрельгах, вот эти вот патроны к лакосольному оружию и оружие беззарядное. И всегда ли оружие синоним безопасности? Придают защищенность даже простые предметы. Оружие, конечно, придают защищенность. Они почувствуют эту защищенность, но не факт, что она на самом деле эту защищенность даст. Все подробности в очередном выпуске программы «Бюро расследований». Карабин «Сайга» 5,639 калибр. На вооружении. Вторая машина тоже у нас расстреляет. Поймали дверь, я бы не убежал за речку. К сожалению, это всего лишь один из многих случаев, который все-таки удалось зафиксировать на объектив мобильного телефона. При объезде территории оперативная группа инспекторов «Охотзоопром» вышла на след браконьеров. Неспортивный интерес этих людей связан с рогами краснокнижных сайгаков. Широкому спросу способствует не мясо животного, а рога из-за возможных лечебных свойств порошка из измельченных рогов. Такой препарат, как принято считать в нетрадиционной медицине, лечит инсульт, болезни печени, желудка и якобы даже может помочь вывести человека из комы. Во время преследования злоумышленники, пытаясь на ходу оторваться от погони, отстреливались. Причем целились браконьеры именно в лобовое стекло, чтобы наверняка остановить преследование. К счастью, обошлось без жертв и охотников за рогами удалось задержать. Кстати, инспекторы охот-зоопрома имеют служебное табельное оружие для защиты собственной жизни. Ведь, как показывает практика, случаи бывают разные. Наши инспекторы наделены служебным табельным оружием, длинноствольными нарезанными оружиями, это карабины. И короткоствольные нарезанные оружия, это пистолеты типа Байкал, Макаров. На сегодняшний день служебное табельное оружие в основном представляет сдерживающий фактор перед браконьерами. Служебное табельное оружие нашими инспекторами применяется очень редко, в зависимости от тех ситуаций, которые возникают при задержании нарушителей правоохранного законодательства. В отношении людей служебное табельное оружие на поражение на протяжении 5-10 лет оно не применялось. А этот инцидент произошел в селе Достык Шартандинского района Туркистанской области в сентябре этого года. Там на поле между фермерами произошла кровавая разборка. Причиной конфликта стали разногласия между аграриями при разделе урожая «Дырь». Чтобы решить спорный вопрос, один из участников потасовки использовал оружие. В результате был убит Бердакожа Улыббаев. Ему было всего 22 года. Получив диплом, он устроился на работу преподавателем в школу. На поле же он подрабатывал грузчиком и во время неожиданной стрельбы в него попали три пули. Ранение получили еще два человека. С оружием профессиональный тренер по стендовой стрельбе Сергей Качанов на «ты». Почти 20 лет он передает знания и накопленный опыт своим ученикам. Как и любой другой вид спорта, стендовая стрельба воспитывает ответственность, прививает усидчивость и учит подростков правильному обращению с настоящим оружием, которое, как известно, детям не игрушка. Ребят, сейчас заходим стрелять. Хотел вам напомнить о технике безопасности. Во-первых, защищаем себя, органы слуха, зрения, то есть очки, наушники. Серьезное обращение с оружием. Заряжаем оружие только на номерах, открываем ружье только в сторону огня, закрываем тоже только в сторону огня. По площадке передвигаемся. Оружие в переломленном состоянии, на плече, либо у вас в руках. Вопросы есть? Нет вопросов? Пойдемте. У каждого парня и девушки из секции есть свое персональное учебное оружие. На практических занятиях по стендовой стрельбе их учат не просто обращаться и стрелять по мишеням, но прививают самые главные навыки и воспитывают дисциплину. Сегодня на вооружении юношеской спортивной школы гладкоствольное оружие. Как правило, с ним выходят на охоту на птицу и на зверя. Но здесь живность заменяют специальные тарелочки, которые имитируют полет птицы. То есть это не просто травматическое оружие. Им можно убить. Если раньше достаточно, да ничего в принципе и не нужно было. То есть ты имел оружие и как бы хранил ты его дома. В каком-то там, ну не то что недоступном, труднодоступном месте для домашних, для детей. Потом ввели сейфы. То есть обязательным условием хранения стал металлический сейф. Потом сейфы подвели под определенные стандарты. То есть уже в таком заводском исполнении определенная толщина металла. Там какие-то, что он должен быть прикреплен к стене, к полу. Наличие замков, именно внутренних, там два замка. Не столь давно ввели еще сигнализацию. То есть должна стоять сигнализация. Ну тоже были варианты либо на сейфе, либо на этом помещении, где находится сейф. Либо на всей квартире. Сейчас и еще более ужесточают. Это все сделано для, ну наверное, снижения вот этой криминогенной обстановки. Потому что, я говорю, часто ружья воруют. Просто, ну элементарно, я говорю, квартирная кража. Крадут оружие. Потом с этого оружия совершается преступление. Ну и естественно, это такая, я считаю, здоровая реакция силовых структур. Вот именно ужесточить нормы хранения. В середине весны в Казахстане стартовала очередная общереспубликанская кампания по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель кампании, как объяснили нам в правоохранительных органах, обеспечить общественную безопасность, предупредив преступления и правонарушения с их применением. В целях обеспечения общественной безопасности, а также в целях профилактики преступления, совершаемых с применением огнестрельного оружия, в Министерстве внутренних дел проводится акция по выкупу у населения незрегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Такие акции проводятся с 2008 года, 2008 году и с 2012 по 2017 год проводим такие акции. В основном выкупается оружие, незарегистрированное оружие, которое находится на незаконном хранении у граждан. Если взять статистику, тогда с 2008 года по 2017 год уже было выкуплено порядка 47 тысяч единиц огнестрельного оружия, а также более 1 миллиона патронов на резном оружии. Всего выкуплено предметов вооружения на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов тенге. Акция продлится до особого распоряжения, а точнее до тех пор, пока не освоят денежные средства, выделенные на выкуп оружия у населения на 2018 год. Однако ключевое слово этой акции «выкуп» идет в тесной, а точнее неразделимой привязке со словом «незаконно хранящиеся». По факту основная цель компании – вывести из теневого оборота незарегистрированное оружие. Я считаю, что эта акция очень правильная и своевременная. В самом деле на сегодняшний день в незаконном обороте еще имеется гладкоствольное оружие, и отчасти, наверное, даже нарезное. В практике, в самом деле, у нас встречается случай, когда изымается гладкоствольное оружие без документов. Это старые одностволки, двухствольные оружие. Иногда бывает, встречается и оружие современное, гладкоствольное. Это действительно шаг государства навстречу. Кто-то имеет ружье, не имеет документов, понести его, он не хочет. Он от деда осталось, от кого-то. Ну, не важно, то есть не соль. Он бы и рад его как-то легализовать. А у нас этого до сегодняшнего дня не было. Тут появляется возможность, он может прийти. То есть даже вопросов не возникнет. Раз этот шанс дали, значит, вопросов нет. Опять же, оно не попадет в руки преступников каких-то. Его не продадут кому-то. Поэтому я считаю, это очень хорошо. В эффективности акции государство заинтересовано напрямую. Это, наверное, один из самых оптимальных механизмов, который может очистить улицы, сел, районов и городов республики от обихода незаконного оружия. В этом году акция стартовала 10 апреля. На ее проведение из государственной казны было выделено 125 миллионов 400 тысяч тенге. Сами знаете, события, совершенные в городе Ак-Тюбе, который был на летном магазине, после этого было принято решение Совета безопасности о применении жестких мер в отношении оборота гражданского и служебного оружия. В этой связи в ряд законодательных актов внесены соответствующие поправки, уже встречающие требования так как и служебному оружию, так и гражданскому оружию. Другими словами, если у вас на чердаке совершенно случайно завалялся боевой Макаров, еще и не зарегистрированный, то сейчас самое время для того, чтобы сдать его силовикам. Если вы принесете нелегальную старинную находку в отделение внутренних дел, то с вас снимут всю ответственность за незаконное хранение, что, к слову, в иных случаях является уголовно наказуемым преступлением. За незаконное хранение огнестрельного оружия, а также приобретение, сбыт, хранение, передача, перевозка и ношения за незаконное предусмотрена уголовная и административная ответственность. Уголовная ответственность подлежит за хранение и ношение нарезного оружия, а также травматическое оружие, равное их патронов. Административная ответственность предусмотрена за незаконное хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия. Все добровольно сданные гражданами оружие в рамках акции все уничтожаются, ну, утилизируются. Государство идет навстречу и готово простить вам незаконное хранение огнестрельного оружия. А при благоприятном исходе на сдачу оружия можно заработать, только нужно пройти соответствующие процедуры. Кстати, принимают оружие в районных УВД. Там организована комиссия по определению технического состояния. Ей и решать, кому и сколько выплачивать, и выплачивать ли вообще. Согласно правилам, установленное вознаграждение за добровольно сданное оружие получается от 10 МРП и до 100 МРП. Это в зависимости от состояния оружия и пригодности к стрельбе оружия. Создается комиссия УВД, которым определяется, назначается выплаты за сданное оружие. Это получается в составе комиссии входит председателем, один из начальников УВД или замов. Получается, представители криминальной полиции, финансового обеспечения, а также сотрудник, который осуществляет контроль за бортом гражданского служебного оружия. А также оперативно-криминалистический департамент управления, которые определяют пригодность оружия, а также дальнейшие его эксплуатации. Криминалистические и баллистические экспертизы проводятся по сданному оружию. Получается, проверяется по полигивизотеке, это нарезанное оружие, а также на причастность к той или иной преступлению, если данное оружие использовалось или нет. После этого выставляется на крем оружие данное оружие и осуществляется рассмотрение данного дела комиссиями. Если она чистая, получается, выплачивается соответствующее выделенное вознаграждение. В то время как МВД занимается выкупом черного огнестрела, в общественном совете Алматы напротив настаивают на том, чтобы вернуть право на владение травматическим оружием казахстанцам. Общественный совет Алматы летом этого года, после печально известных событий, обратил очень пристальное внимание на вопросы безопасности граждан в городе Алмата, граждан, ну и в принципе по Казахстану и выступил с рядом инициатив, в том числе с инициативой возврата права на законное владение травматическим оружием, чтобы казахстанцам вернули это право. Это, конечно, было связано с тем, что мы в последнее время видим, к сожалению, рост уличной преступности, мы видим, что МВД не справляется и, наверное, ни в одной стране мира физически не сможет справиться с обеспечением 100% безопасности каждого гражданина. Если анализировать статистику по городу Алмата и в целом по Казахстану, у нас где-то от 30 до свыше 50% преступлений совершается в общественных местах. Это улицы, это парки, это скверы, это, как правило, либо грабежи, либо разбой, либо просто хулиганские какие-то действия в отношении граждан. И ясно, что на данный момент обеспечить безопасность всех полиция не может. Соответственно, мы выступили за то, чтобы, как это было и ранее, вернуть гражданам право на законное, легальное владение травматическим оружием, для того, чтобы граждане сами могли обеспечить свою безопасность. Потребность безопасности, потребность в инструментах самообороны легальных, безусловно, существует. Консультирующий психолог Евгений Мироненко считает, что наличие оружия, безусловно, придаёт уверенность человеку в собственной защищённости. Но так ли это на самом деле? Вопрос неоднозначный. Придаёт защищённость даже простые предметы. Оружие, конечно, придаёт защищённость. Но не факт, что они почувствуют эту защищённость, но не факт, что она на самом деле эту защищённость даст. Последний пример вы помните? Пример, что водителя скорой помощи избил другой водитель, гражданин Турции, а потом извинялся, говорит, ну извините, я был неправ в таком состоянии, я там был в стрессе, что-то у него произошло, поэтому он не выдержал. Ясно, что если бы у него было оружие, то, возможно, если он так считает, ну извиняется, говорит, я был неправ, у меня так получилось. Ясно, что было оружие, он мог же также его применить, а потом также ходить извиняться в этом случае. Мы находимся в учебном центре Хоргау. Здесь тир и спортивный зал. На втором этаже располагается оружейная комната для охранения служебного оружия и патронов. В этом помещении проводим спортивную подготовку инспекторского состава, а также проводим огневую подготовку в тире. Экспертное сообщество в один голос утверждает, что людей, желающих иметь оружие, в первую очередь нужно обучать обращаться с огнестрелом. Оружие требует точности и ошибок не прощает. Даже люди, которые по долгу службы, имеют доступ к нему, периодически проходят курсы, где им напоминают об основных правилах обращения с оружием. А теперь пройдемте на второй этаж, покажем комнату, помещение, где храним служебно-табельное оружие. Для охранения служебного табельного оружия оружейные комнаты должны соответствовать температуру воздуха, там микроклимата соответствующей, должен быть влажность воздуха, чтобы все было сухо. Здесь, значит, тревожная сигнализация, шумовая, звуковая, с выводом в дежурную часть учебного центра Хоргал. Стены, двери все защищены. Здесь металлический сейф в соответствии с требованиями. Здесь, в этом сейфе, храним служебно-табельное оружие охотно-зоопрома. Опечатывается печатью. Значит, здесь, в верхнем ярусе, храним пистолеты, в нижнем, в пирамиде, храним нарезное оружие, карабины. Карабин СКС, калибр 7,62. Инспектора после проведения рейдов в мероприятии сдают оружие в оружейную комнату, введем специальный журнал. Значит, и свыше 10 дней, если уезжают куда-нибудь за пределы города или на больничном находятся, у них тоже оружие. Забираем и храним в сейфе. Такие требования без исключения проявляются ко всем владельцам оружия в Казахстане. Вещание для хранения оружия оснащено пожарной, тревожной сигнализацией. Пожарная, то есть по требованиям, значит, все современное оборудование с выводом на дежурную часть, с выходом. Двери металлические. Прежде чем выдать разрешение на ношение, хранение служебтами наружие, наши инспектора проходят обучение при Динамо, это при МВД и спортивном обществе Динамо. Там проходит обучение, получает сертификат. Только на основании вот этого сертификата выдаётся им, готовим соответствующие документы. Психиатр, нарколога проходят. Вот. Только после этого выдают, лицензионно-разрешительная система выдаёт им разрешение на хранение служебтабельного оружия. Пять лет один раз мы проводим контрольный отстрел на резного оружия. Буквально недавно отстреляли все патроны, оружие числится, как, значит, на учёте в ДВД. Даёт ли оружие чувство защищённости, избавляет ли от страха? А может, наоборот, порождает агрессию? Согласно многочисленным опросам, респонденты всё больше верят принципу «вооружён» и «травмоопасен». Чувство ответственности за оружие и безопасность окружающих людей, которые могут пострадать от неправильных действий, дисциплинируют, считают обладатели травматического оружия. Это мнение не разделяет инструктор по традиционному джиу-джитсу Аслану Спанов. Он почти 10 лет тренирует мальчишек и знает, что по-настоящему уверенность придают собственные знания и навыки поведения в той или иной ситуации. Эти основы и прививают в боевых единоборствах. Я думаю, это даёт некоторую уверенность в себе, то, что ты занимаешься, то, что у тебя есть какие-то базовые понятия той же линии атаки, да, что ты можешь смеситься, уйти с нет. То есть я не могу сказать, что это на 100% поможет обезоружить противника или что-то, но, по крайней мере, уменьшить урон, который мог бы случиться с вами, я думаю, да. То есть боевые искусства помогут вам сделать это. Пользуясь случаем, мы не могли не попросить Аслана Спанова продемонстрировать несколько приёмов по самообороне. Сегодня мы разберём несколько видов атак, угроз оружием, методы защиты и обезвреживания противника. Толгат мне поможет в этом. Давайте рассмотрим пистолет. Хорошо. Мы не должны забывать о главном нашем понятии, да, боевых существ, это линия атаки. Сейчас мы находимся на одной линии атаки, с ним нам нужно его обезвредить, так скажем. Окей, что мы делаем? Я ухожу с линии атаки, одновременно делаю блок выведения ствола, то есть направление ствола в другую сторону, то есть от меня. То есть я делаю шаг в левую сторону, ухожу сюда и одновременно увожу ствол в пол, да, в данном случае. То есть здесь очень важен тайминг, то есть время, насколько быстро вы среагируете на это. То есть нужно учитывать психологическую составляющую, что намеревается сделать ваш доброжелатель, так скажем. И в момент наибольшего, так скажем, расслабления, я начинаю свои действия. То есть это должно быть очень быстро и очень жестко. И в коем случае я не продолжаю, да, агрессию. Первая кампания по выкупу оружия у населения прошла в 2008 году. С 2012 она стала ежегодной. За этот период казахстанцы добровольно сдали 47 300 единиц огнестрельного оружия. Один миллион патронов к нарезному оружию. Этого арсенала хватило бы на то, чтобы вооружить целую армию, пусть даже небольшой страны. А сколько еще огнестрелов незаконно гуляет по республике, не скажет ни один эксперт. Но очевидно, что хранить его становится все сложнее, а законы в отношении преступников все строже. Так стоит ли играть с огнем? Редактор субтитров А.Семкин